Всероссийский профессиональный конкурс «Воспитатель года» включает в себя представление разработанных педагогами методик не только в теории, но и на практике. Конкурсное очное испытание «Педагогическое занятие с детьми Ирины Бурлаковой», представляющей Рязанский регион, прошло в детском саду номер 34. Именно его маленьким воспитанникам выдалась возможность совершить волшебное путешествие в песочный город. Там ребята смогли порисовать и на песке, и песком. С этим материалом воспитатель из Рязани работает уже шестой год. Региональный этап конкурса она выиграла именно с проектом «Волшебный песок». А на Всероссийский этап Ирина Владимировна вышла с другим проектом. Развитие творчества и зрительно-пространственного воображения посредством комбинации песочной технологии и оптической визуализации. Звучит сложно, но по сути своей это использование акриловых зеркал в работе с детьми. Однако эта методика применима только для ребят старшего дошкольного возраста. А по результатам жеребьевки воспитателю из Рязани досталась средняя группа. Поэтому акцент она решила сделать только на работе с песком. Я считаю, что песок – это доступный природный материал детей. Это интересно, это увлекательно. Это развитие сенсорики, мелкой моторики. Это искусство, развитие творчества и воображения. Ирина Бурлакова работает воспитателем в детском саду «Гудочек» уже 30 лет. На этом конкурсе она хотела бы почерпнуть новую для себя информацию и поделиться опытом с коллегами. Хотя, как подчеркивает конкурсантка, главное в работе воспитателя все-таки не преподавательские методики и теоретические разработки, а любовь к детям. Для меня профессия воспитателя – это не работа, не профессия. Это моя жизнь. Это моя жизнь, это моя судьба. Образ жизни. Образ жизни, да. Поэтому я себя даже никогда не рассматривала вне этой профессии. Потому что еще в детском саду многие девчонки хотели быть или строгими учительницами, или добрыми воспитательницами. Ну, а моя мечта воплотилась в реальность. На проведение занятия педагогам было дано всего 20 минут. Сразу после окончания члены жюри, приехавшие в Рязань из разных регионов страны, переходили к следующему конкурсанту. Так что поделиться с нами впечатлениями они не смогли. Зато дети, по всей видимости, с первого взгляда влюбились в нового для них воспитателя. А это, пожалуй, лучший критерий оценки работы педагога. Ирина Ковалева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».